Детский смех, суета. В холле Центра молодежных инициатив многолюдно. Малыши ждут новогоднего чуда. Вероника Логинова из многодетной семьи, в которой шесть детей. Сегодня исполнилось ее желание. Ей вручили сладости и игрушку. Набор для творчества. Праздника хорошего, добра, чтобы Дед Мороз исполнил их желание. Подарки достойные. На призыв участвовать в акции откликнулись организации, такие как транснефть, налоговая инспекция, несколько школ. Третья, к примеру, пополнила благотворительный мешок Деда Мороза почти наполовину. А женщина принесла огромную коробку с игрушками. В знак благодарности каждый ребенок подготовил стих. По заснеженным полям, по сугробам, по лесам, привезет он елочку в серебряных иголочках. С Новым годом нас поздравит и подарки нам оставит. Для детей Юлии Араповой сегодня особенный праздник. Потому что заготовит самой такие достойные наборы многодетной маме, у которой четверо детей и беременна пятым, не под силу. Муж погиб, дом сгорел. Пока живут в маневренной квартире и мечтают о своем жилье. Продуктами питания и одеждой поддерживают неравнодушные горожане. Обрадовались сильно вообще. Дети обрадовались сейчас вообще. Дети радостные, счастливые, потому что это первый их утренник сейчас, как праздник перед Новым годом, новогодний. Поэтому я очень благодарна вам за этот утренник, за подарки. Порядка еще 30 подарков сотрудники центра отвезут в школу поселка Су-62. А для тех, кто сегодня побывал на елке после торжественного вручения подарков, организаторы подготовили развлекательную программу. Они надеются, что такая благотворительная акция станет традиционной. Мария Сераева, Валентин Саблин. Телерадиокомпания «Дюганск».